Всем привет-привет! В данном видео речь пойдет о новой супер-супер маске для роста, блеска и укрепления против выпадения волос. Это реально классная маска, которая действует, которую я испытывала на себе уже в течение третьей недели, то есть где-то уже раз шесть я ее делала. И мой парикмахер заметила сразу эффект. Я пошла подстригла где-то сантиметра на пять-на семь. Я решила, если у меня с помощью этой маски волосы растут так быстро, то почему какие-то не очень хорошие сухие кончики не обрезать? Парикмахер мне вообще рекомендовала обрезать единственный электро, потому что я сказала, что у меня волосы в идеальном состоянии, хотя, конечно, идеалу нет предела. То есть результат ухода за моими волосами сразу виден на лицо, даже профессионал сразу может оценить состояние моих волос. Многие пишут, что вот у Ирины от природы в комментариях моих под видео про уходу за волосами, про мои маски, пишут, что вот у Ирины от природы такие волосы, и девочки не стоит обращаться по поводу того, что вы сделаете маски, и у вас будут такие волосы. Конечно, по структурам ваших волос не изменится от этого, но с помощью масок вы можете сделать свои волосы гуще, крепче, остановить выпадение, приобрести красивый блеск волос, густоту. То есть все это можно сделать. Избавиться от сухости волос, от сухости, вернее, кончиков. Сами волосы у меня очень проблемные, поэтому не думайте, что мне так просто, вот можно за ними не ухаживать, и они будут в таком состоянии. Это для меня титанический труд, ухаживать за своими волосами, для которых я делаю два раза в неделю маски. Иногда, конечно, я очень устаю, и делаю хотя бы раз в неделю маски для волос, но их делать приходится, потому что сразу пропадает эффект. Если вы перестаете использовать, сразу видно, что волосы какие-то становятся тусклые, безжизненные, они начинают сеться на кончиках, поэтому нужно очень хорошо за ними ухаживать. Поэтому не думайте, что все так просто, вот волосы там хорошей природы, и все нет. Это очень огромный труд, но это того стоит ваши волосы, вас обязательно отблагодарят. Уж поверьте мне, эта маска вот данная, испытана на мне, и сам лицепт маски я, конечно, оставлю под видео, где будет все пропорционно написано. Эта маска моя, из моих самодельных, одна из самых любимых. Не считая маску, масляную, плюс витамины для волос и разные масла. Люблю я разные маслянистые смеси для волос, они очень хорошо питают волосы, укрепляют, и, как всегда, делают волосы более мягенькими, эластичными, и придают такой красивый блеск волосам. Я оставлю ссылку про мою масляную маску где-то вот здесь, под видео, ну, где-то оставлю, смотрите, можете переходить по ссылке, и там тоже есть рецепт, многим эта маска тоже подходит. А вот данную маску я тоже оставлю рецепт под видео, и так и начнем. Что же я добавляю? Единственный небольшой недостаток данной маски, что она готовится порционно, то есть на каждый раз вам приходится готовить данную маску и наносить на волосы. Что же входит в состав маски? Прежде всего, вы должны приобрести любой кондиционер, бальзам для волос, и нежелательно, а вот в идеале, то есть обязательно даже, должен бальзам не содержать никаких ни силиконов, ни парабенов, то есть максимально натуральный состав. Я использовала вот такой вот алоэ вера. Написано, что органический бальзам, вернее кондиционер, ну, если честно, состав вроде бы неплохой, но вот запах его, я снимала уже видео про свои покупки, там этот бальзам есть, кондиционер в моих покупках, очень химический запах, но я все же его доиспользовала. И последний раз купила вот такую вот маску для дрожжевую, для роста волос. Это новая формула, рецепты бабушки Агафьи. Хотя я думаю, что, наверное, маска будет все же немножко тяжеловата для волос, но волосы у меня не жирные, а такие нормальные, но иногда жирнятся у корней. Для девушек, у которых жирные волосы, сами по себе, или жирнятся очень быстро на корнях, покупайте тогда бальзам для жирных волос, потому что данную маску нужно будет наносить основную часть на корни, потому что тут-то, в принципе, это уже как бы мертвое считается, стержень волос, а все идет питание от кожи головы, поэтому основную часть самодельных наших масок мы наносим на корни, а остальную часть распределяем по всей длине, чтобы содержать, поддерживать идеальный баланс влаги, увлажненности, эластичности остальных волос. Итак, для своей длины я беру, наверное, 3 столовых ложки, а то бывает, потом еще и добавляю, чтобы мне хватило на корни нанести и по всей длине маску. В принципе, для средней густоты, средней длины волос, вам достаточно будет 2-3 столовые ложки кондиционера, бальзама, что у вас есть, что вы посчитаете нужным приобрести. Это основа. Потом вы в аптеке приобретаете алоэ экстракт жирный, жидкий, извините, в ампулах, потом покупаете никотиновую кислоту, тоже в ампулах, покупаете В12, тоже в ампулах, покупаете витамин В6, тоже в ампулах, и покупаете витамин В1, тоже в ампулах, и не обойдется любая моя маска без витаминов А и Е в масле, их тоже приобретаете в аптеке. Итак, берем для одной порции маски 2-3 столовые кондиционера ложки, потом добавляем по 2-3 капельки витамина Е в масле, витамина А, хорошо тщательно перемешиваем, потом добавляем одну ампулу алоэ, алоэ очень хорошо питает волосы, способствует росту, укреплению волос, лечит вашу кожу головы, если у вас, допустим, даже перхоть есть, то эта маска даже избавит вас от перхоти. Потом берем витамин В1, одну ампулку, и по одной ампулке остальных витаминов у нас еще В12, так, и никотиновую кислоту, одну ампулку. Никотиновая кислота очень хорошо укрепляет стержни волосяных луковиц, препятствует выпадению и способствует быстрому росту волос, то есть хорошо питает волосы. Все эти по одной ампулке берем, все хорошо тщательно перемешиваем и на чистые влажные волосы, потому что, как вы знаете, что все маски я исключительно наношу на чистые влажные волосы. Я считаю, что это правильно. Многие говорят, что неужели нельзя просто на грязные волосы, на влажные нанести маску? Нет, потому что все, кроме полезных веществ, которые будут в маске, вся гадость, грязь, которая скапливается у нас на волосах, будет проникать в кожу головы. Зачем это вам нужно, какие-то, чтобы гадость всякая проникала в кожу. Это вам абсолютно не нужно, поэтому только исключительно на чистые и влажные волосы наносим наши маски для волос. Итак, на влажные и чистые волосы мы нашу смесь хорошо перемешали тщательно и распределяем вот так вот порционно наносим хорошо на корни. На корни нанесли и остальную часть нашей маски мы наносим по всей длине. Хорошо прочесываем волосы, заматываем их, одеваем полиэтиленовую шапочку, пакетик, у кого что есть и ходим час, минимум час. Поверьте, там есть, рекомендуют, что достаточно с этими масками, даже читала, что-то есть наподобие в интернете состав этой маски и там рекомендуется 15 минут. 15 минут никакого эффекта вам не дадут. Если вы хотите максимально быстрого результата и видимого эффекта, то послушайте меня и наносите маску как минимум на час, а то и на полтора и смываем. Если вам кажется, что немножко волосы ожирнятся, я же не знаю, какой вы специальный кондиционер возьмете, то, ну, в принципе, если вы возьмете кондиционер без силикона и парабина, то волосы ожирнится не будет. И смываем нашу маску и на кончике наносим какой-то, может, бальзам дополнительно, хотя, если честно, я не ношу никакой дополнительный бальзам, потому что эта маска достаточно питает мои волосы и какого-то дополнительного маски, кондиционера, бальзама волосы уже не требуют, потому что они блестят, хорошо прочёсываются. Эффект вы сразу заметите после первого применения. Эффект роста вы уже заметите в течение, думаю, двух недель вы уже моментально будет волосы растет просто перед и такой будет пушок, то есть сразу какой-то будет объём волос, блеск, растительность недели через две, если у вас сильное выпадение волос даже через неделю у вас уже будет менее интенсивно выпадать волосы, они будут крепкие. Иногда у многих такой эффект получается немного обратный, но это первое время, что волосы начинают выпадать более интенсивно первое время, но это за счёт того, что у вас прут новые волосяные луковицы, живые, красивые, эластичные и то, что уже мёртвые волосы, которые должны были выпасть в течение недели, они у вас выпадают намного быстрее за счёт того, что у вас уже идёт интенсивное питание, быстро всё обновляется, ускаривается рост, обменные процессы в коже головы и всё происходит намного быстрее, поэтому не пугайтесь, если у вас будет такой эффект, тут ничего страшного нет, если у вас есть какие-то вопросы по данному поводу, по данной маске, задавайте, обязательно, конечно, как всегда, отвечу на них, опять рецепт маски подробно я оставлю под видео, разворачивайте, смотрите, переписывайте все ингредиенты, вы можете привезти в аптеке без проблем, конечно, маска в сумме получится не совсем дёшево, но вот если вы купите по 10 ампул, то вам, в принципе, вот этот по 10 ампул получится 10 на 10 масок, это курс, я думаю, достаточно, если вы хотите интенсивно отращивать свои волосы, то нужно будет купить как минимум по 2 упаковки, для начала, хотя бы попробуйте купить по 1 упаковке, даже если вы сомневаетесь, можете купить по несколько ампул, сделать пару раз, но я думаю, что потом вы купите полноценный курс, решите взять, потому что эффект вы заметите сразу, спасибо за внимание, люблю вас, пока!